Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 737. События дня. Филиппинсам 1.28. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение и сия от Бога. За 19 декабря 2017 года. Пишу, я попытался соединить обращение к Богу у нескольких человек, а их таких у нас 90 набирается, с указанием места, где этот материал, из фото. Посмотрите, если это будет приемлемо, то продолжу и дальше примерно в таком же объеме соединять. Это я Новику Сергею Александровичу пишу. Видны ли фотографии на них? Роман Николаевич Проликов. Никакой духовной борьбы нет ни в России, нигде в мире. В России моя родная московская патриархия научилась хорошо оправдывать грехи. Так же и везде в мире. Мы, вы, я не едем к ним благовествовать им, рассказывать им о евангельской вере и жизни по Евангелию, как живет Игнатий Тихонович с общинниками. Вот они не знают, как жить. И нам безразлично. То есть эти, кому он говорит, за рубежом, патриархишие. Они не знают, как жить. И сказать, а мы не едем, и нам безразлично. Александр пишет один. Чтобы куда-то ехать, нужно быть посланным. Роман Проликов. Я вас благословляю. И себя тоже. Подумал маленько, написал. Александр. Игнатий Лапкин может со всей уверенностью засвидетельствовать о себе, что он посланный творцом на проповедь. И учение других людей в вере. И судя по делам, оно так и есть. Я себя такого с уверенностью сказать не могу. Скорее, даже больше уверенности в том, что никто меня на это не посылает. А значит, все, что я буду предпринимать в этом деле, будет моей отсебятиной, за которой придется отвечать. Я вас благословляю. И себя тоже. Откуда такая власть, Роман? Роман отвечает. Благословляйте врагов ваших, даже врагов. Но мы же, говорит, не враги. Вы тоже учитесь оправдывать неисполнение закона. Идите во все народы. Александр. Тех, кто посылает на это дело, имеют власть от творца. И тех, кого они посылают, в свою очередь, должны соответствовать определенным критериям. Вы тоже учитель оправдывать неисполнение закона. Идите во все народы. Мы должны жить среди народов, куда нас поместил Творец. Правильно, это наша проповедь. А некоторые из нас, кто имеет такое право с высшей рукоположением, могут учить и в слове. Благословляйте врагов ваших. Это да. Роман, что вы сделали, чтобы преодолеть препятствия к благовестию, чтобы соответствовать определенным критериям? Это они тут на нашем чате беседуют. Александр. Разруливать... Тут Саша еще-то как-то одновременно. Разруливать ее не нужно. Нужно просто прекратить воевать. Но те, кто называют себя христианами, не могут этого сделать. Также следует рассуждать в отношении с мусульманским миром, что понятно и для русского, и для немца, и для украинца. А именно, что здесь не может быть просто понятие дружбы, как таковой. Фроликов. Что бы сделали преодолеть? Это его слова. В противном случае, ваш вопрос некорректен, аналогичен такому. А что вы сделали, чтобы полететь в космос? Простите, но не все люди даже что-то делают для того, чтобы полететь в космос. И, как правило, десятки тысяч работников, которые готовят этот полет и самого астронавта, сами не летят в космос. Однако без них и он бы не полетел. Одна из проблем в православии, в протестантизме, это у одних полный игнор на благовестие игнорируют, а у других чуть ли не каждый благовестник. Саша, да нет, в России много хороших людей, кто еще по душе живет, кому можно благовествовать. Они не роботы. А вот на Западе уже давно по юридическому пути дух пошел. Потому и благовествования нет. Тут все ходы записаны. Впрочем, тоже до какого-то уровня. Рустам пишет. Здравствуй, Игнат Тихонович. А вы не знаете, ваши ролики в Ютубе можно скачивать на компьютер и телефон или нет? Такой функции нет в Ютубе. Я не могу найти. Я отвечаю. На моем компьютере любой ролик скачивается. И довольно быстро. Внизу ролика есть указания и выбор на 720 или 360. Какой ясности будут твои ролики? Рустам. Понял. Спасибо. О, вот видите, вы на 50 лет старше меня, а мозги ваши работают намного лучше моих. Эх, я. А можно, будучи православным, считать Библию без толкования, а жить и жить словом, как и раньше? Или же лучше придерживаться апостольских правил, считать Библию только с толкованием отцов в церкви? Я отвечаю. Лучше, конечно же, с толкованием. Как-то беседовали баптисты, думали меня упрекнуть. Да вас толкование дороже Библии. Я говорю, ну, сами подумайте. Толкование дороже. Давайте, вот отдельно толкование. И дороже Библии. Если Библии-то не толковать, ничего. Вы сказали бы так. Для вас что дороже? Одно Писание только? Вот чисто видите, как написано Библией. Или с толкованием святых отцов православной церкви. Я бы сказал, полностью вся Библия и тоже с толкованием святых отцов. Каждый стих расстолкован. Вот это, конечно, лучше. Я стихотворение одно написал тут, называя проповеди в стихах. Стоит старовер, как оживший из притчи. Двуперстно с презрением в мыторе тычет. Зашел ни коньяни, не нужный, как прыщик. Картина подобная этой обычно. Пасимся по средам и пятницам вкусно. Вино по уставу поставим с устатку. Легко нас узнать в написании Иисуса. По бороде и по банным порядкам. Не дам десятину с прибытков законных. Кто бороду тронет, тем голову с плеч. Уже догадались? Я смирный и скромный. За букву готов я костями здесь лечь. Служба длиннее сериала любого. А пение, тягущее из сверхлучшей резины. Мы лучше, первые будем у Бога. Любой не коньянин дешевле мизинца. Приверженность нашей седой старине. Да будет известной нашим потомкам. Теряем мы, правда, девчат и парней, легко вымывает мирским их потоком. Смущает нас Библия в их переводе с удвоенной И, написание Иисус. Библия есть и как нет ее вроде. Пылилась сто лет, полежит еще пусть. Пылилась столетия, лежит еще пусть. А так правильно было. Столетия. Я не такой, не сравнись с голодбой. Иконы целую, говею примерно. А может, пред Богом давно ты ногой? Богослужение хуже, чем скверно. А правда ли больше чужой не коньянин? Да быть то не может. Ошибка в программе. Что из того, что частенько я пьяный? Зато я исправно при батюшке в храме. Неправда поклеп на меня, фарисея. Я так же молюсь, как Иисус на иконе. Пусть мытарь из прищи нам басни не сеет. Заглянет еще. Мы в тришею прогоним. 7 февраля 2006 года. Сергей Игнатов. Христос посреди нас есть и будет. Староверы или православные христиане, практикующие до неэкономскую обрядность, могут смело сказать, что они имеют свое правильное мнение от личных канонических правил РПЦМП. Они не приводят доказательств своей правоты во свете Святой Библии. Каноновых правил Вселенских Поместных Соборов, Христовой Православной Церкви, учения святых отцов и жития святых. Один наш брат во Христе как-то заявил, что я не имею свое мнение, потому что я его не могу иметь. А другого человека, знающего как никто святую Библию, каноны Церкви, учения и жития святых отцов, обвинил, что он вводит людей с своими суждениями и заблуждениями. И я ему ответил, что по общепризнанным канонам и догматам православной Церкви, заветам, откровениям, повелениям Господа и понимания святых отцов, никаких личных мнений у православных христиан и быть не может. Личное понимание вопросов, которые являются предметом Святой Библии, возможно тогда, когда по ним нет четкого пояснения у святых отцов. Такое личное понимание с человеком тех или иных стихов в Священном Писании, если оно есть, не может претендовать на истину, а тем более противоречит толкованию святых отцов, которые говорили и писали движимые Духом Святым. Каждому из нас, имея дар рассуждения, вполне достаточно просто исследовать Священное Писание и руководствоваться ими в своей повседневной жизни. Николай Веселов Миром Игнатий Тихонович, у меня к вам предложение для ускорения поиска на сайте в Ютубе. Учитывая, что у вас такое огромное количество выложенных роликов, поиск нужного сильно затруднен. Моё предложение заключается в следующем. Нужно в разделе «Плейлисты» добавить папку с месяцем и годом, то есть, например, май 2017 года, и в неё вложить все ролики, вышедшие за этот месяц и так далее. Я стараюсь просматривать практически все ваши ролики, но это очень затруднительно. Если все их смотреть, то тогда на свою собственную жизнь времени хватит. Лично я поступаю так. Сводное время, в основном ночью, когда скорость интернета не ограничена, я закачиваю ролики, по возможности, и один или два просматриваю перед сном. Боюсь пропустить что-нибудь важное для себя. В данный момент я смотрю ролики за май 2017 года. И ещё мне хотелось, чтобы вы решили ещё один вопрос. В роликах занятия по Библии, по скайпу, когда читает Сергей Пупков, то звук его голоса доносится, как будто из ванной комнаты. И он что-то там бубнит. Ничего невозможно понять. Вас же слышно отлично. И приходится всё время, когда Сергей читает, перематывать. Спаси Христос. Ну, Сергей, большая беда. Евгений Тропко. Меня больше привлекает креститься перстосложением старообрядческим двоеперстным, так как крестится Игнатий Тихоныч двоеперстным. А имени Иисуса и спора нет одна или две. На иврите имя звучит Ешуа. Но так как это имя пишется по-русски и иврита, так пишется, а на иврите слышится только Ешуа. Первое звучание как буква Е. И получается, в оригинале с иврита там ни одной нету и не двух. Но я бы сказал полторы. И первое, и кратко, и Ешуа. Или полбуквы. Мир вам, Сергей. Я одному, который занимается моими в аудио «Житиями святых», пишу. Я не смог найти ролики под номерами. 10, 20, вот сейчас перечисляю. Итого 12 роликов. Может быть, они где-то застряли. Сергей. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Игнатий Тихонович, дело в том, что я делал ролики точно по вашему каталогу. Нумерация идет точно по порядку. Но при этом исключая уже опубликованные ролики. То есть год назад их опубликовал один человек. Больше трехсот. А их там 1137. Они соответствуют датам по двум причинам. Первое. Так как существует дополнение из настольной книги священнослужителей, добавлены в «Житиями даны разные даты и месяцы». Но в каталоге, начитанные, в последнюю очередь из-за этого их номера сползли. Мои ошибки. Иногда я присваивал номера уже начитанным «Житиям». Чтобы поменять нумерацию, мне нужно заново исправить все файлы аудио и видео. Поэтому во избежание ошибок я просто этот номер пропускал. Если все «Житиям» за все время выложить в одну папку, они все равно встанут точно так же, как расположены у вас в каталоге. То есть 1, 2, 3, 4, 1100. Но я разбил их для удобства поиска по месяцам. То есть, если память святого в августе, то он точно будет в папке «Август», независимо от номера. Кратко распишу, что стало с номерами, про которые вы спрашивали. Номер 10. Нет файла. Моя ошибка в нумерации. Номер 20. Такой-то, такой-то. Перезагрузил файл. Дальше. 21-й, 1-я Мария Магдалина. И тут перечисляет он все, видно, которых я сказал. Все это говорит Леонский. Тарфоген. Так. Благодарю за ответ. Я отвечаю. Мне нужен только вами поставленный общий порядковый номер, которого и следует держать. Во все тонкости вашей кропотливой и нелегкой работы не вникаю. Мне только порядковые номера нужны. А уж век и число, они проставлены, и все. Главное, впереди шитья номер порядковый. Вот этого бы и держаться. А остальное второстепенное. Не бойтесь нарушить в другом. Говорю о порядке. Мне бы пропущенные файлы получить и вставить у себя в порядковый номер. Номер и число, и месяц. Михаил Домич там прослушал это стихотворение. Он старобрядцев и говорит. Спаси Христос. Все верно по существу. Видите, он оттуда находится. А другой просто прочитал еще. Одно-то я старобрядцев-то знаю. Это мои корни. Я отвечаю. Порядковые номера мне нужны только для того, чтобы не потерять какой-нибудь ролик. Только. А потом я сотру их все. Для счета и избежания потерь. Если вам где-то нужно вставить ролик, а там места нету, то за предыдущим номером ставьте тот же, но с буквой А, Б, В и так далее. Немало не беспокойтесь. Я очень доволен всем. И да благословит вас Бог. Нет номера 10, ну и что? Мне бы знать, что его нет, а не я потерял. Сегодня целый день сверял, проверял и решил написать вам. У меня пошли кругами глаза. Попросил Володю сидеть рядом и карандаш поставить на месяц и не убирать, пока я не скачаю. И передвинул на другой месяц. Люблю точность и очень уважаю своих считателей, чтобы на наш труд они смело могли ссылаться при нужде. Я помню один материал я издавал. Ну, они материалы все в нашей книге к истинному православию-то. И что мне было утром вдруг? Показалось, что я год поставил на один год больше. Не 1871, а 1872. Ни свет ни заря прибежал в редакцию, там типография. Дождался, когда придут, попросил посмотреть там эти, как говорится, грантки, что, с чего печатать негатив-то. Увидел, все правильно. Ну, чего уж так беспокойтесь. Да никто не знает этот год. Меня это не касается. По моим книгам диссертации защищают. Я должен дать абсолютную, стопроцентную точность. А печатка может быть там запятой где-то. Ну, неправильно там поставил. Вот. Ну, и немножко сказать, что вот у нас какие ресурсы есть. Покажу сейчас вот. Мой мир. Вот Ирина Иванова просит. Совдрузья. Ну, принимать, не принимать. Я делаю так вот. Нажал на Марину Иванову. Так, теперь снова захожу на нее. Что она тут есть? Кто она такая? Глядит прямо. Глаза видно. Принять бы только. Надо уж знать, значит, что у нее тут есть. Златоуст из Потеряевки. А то фильм документальный. Виктор Башков. Вот видите. Ну, никаких оснований нету не принять. Сразу скажу. Сейчас я не смогу, но нажать на друзья я смогу. Ирина Иванова. Вот. Принял. Ну, и дальше у нас что? Вот. Форум. На форуме нынче Паупков выставил, как там про собак, докхантеров продергивает, показывает. Собак держит, не смотрит за ними. Ну, я не буду здесь трогать. Я просто вот нажму на номер и покажу. Это мы надо смотреть. Вот занимаются, ловят собаки человека. Ухватил его, замотню, тянет. Вот прыгает. Вот здесь. И вот собаки. Это у Сергея в комнате. А теперь вот пишет. Собака вцепилась в лицо ребенка. И вот здесь собаки. Это сегодня Сергей выставил номера. Видите как? Сколько? Да еще добавил. Вот это и все. Зоосекта. Зоосекта. То есть слово секта. Дворкин влепил в мозги людям. И они сейчас... Как еще? Секта. Всех-то не знает, что такое. Спросишь, не знает. Не знает. Не научил этому. Вообще сам не знает. Что он ответит-то? Ну, вот так. Мы на форуме. Я возвращаюсь на первую страницу. Ну, и дальше у нас, конечно, это вот... Видеоканал православный. Большой. Очень большой канал. И там уже у нас 8800-900 роликов. Ну, и просмотров 9 миллионов. Ну, и просмотров 9 миллионов. Вот 10 миллионов будет. И 10 тысяч подписчиков будет через неделю. Нас сосредоточил их средства массовой информации. Вот. И еще что. Ну, о свете Библии. Вот тут вопросы-ответы. Вот вопросы-ответы. Я сейчас один вопрос возьму от государства. Папка «Государство», 10 номер. Я постараюсь его просмотреть. Вопрос 3814. 26-й том. Были ли какие-то веские основания у России, чтобы считаться святой Русью и возвышаться над остальными? Ответ. Большие пространства, богатства земные, выход к морям, победы в войнах и храмы с монастырями. Это то, что видимо. А остальное из области мифотворчества. И в первую очередь это канонизация тех, кто, быть может, и не был даже рожден свыше и не был Вадим Духом Святым. День православного Востока. Святой, святой, великий день. Разлей свой благовещь широко и всю Россию им одень. Но и святой Руси пределом ее призыва не стесняй. Пусть слышен будет в мире целом, пускай он льется через край. Своей дальней волной и ту долину захватя, где бьется с немощью и злою мое родимое дитя. О, дай болящее исцеление, отрадай в душу ей полей, чтобы в Христово воскресенье всецела жизнь воскресла в ней. 1872 год. Федор Иванович Тючев. А это я отвечал студентам на каждый вопрос по шести поэтам. Вот посмотрите, как получалось. С войсками лезли в разные страны. Второе, параллель Апаминон, 2519. Я всегда привожу места писания, чтобы человек понял силу сказанного. Ты говоришь, вот я побил Эдумеян, и вознесло сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Пойдешь ты и иудея с тобою. Вот это было в Первую мировую войну. Как Григорий Ефимович Распутин телеграмму отбивал. Папа, не делай мобилизацию, папа, погибнешь ты и весь дом твой. Так все и случилось. Один человек кричал на всю Россию и на весь мир. И того убили. Не Богу ты служил и не России, служил лишь в суете своей. И все дела твои добрые и злые. Все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицидей. 1855 год. Тючев. Возрожденных поистине верующих царей в России и не было ни одного. Вот я это говорю, и кто не согласится, конечно. Второе параллельпомянуло 19.2. И выступил навстречу ему и его сын Анании. Прозорился и сказал царю Иосопату. Следовало ли тебе помогать нечестибцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Ослу доверили однажды пост завидный. Лесным дельцам сказать не в похвалу. Какой-то важный зверь, где надо, очевидно, по дружбе, оказал протекцию ослу. Осел на должности, что было сил, старался. А одним указывал, других учить пытался. Но как бы он себя с достоинством не вел, каким он был, таким он и остался. Ушами поведет, все видят, что осел. По лесу поползли невыгодные слухи. В порядке критики пришлось при всех признать. Не оправдал, надеюсь, товарищ лопоухий. Не справился. С поста придется снять. И вот на пост вала, ушедшего в отставку, защислили осла. Опять на ту же вставку. И снова слухи по лесу ползут. Он, говорят, проштрафился и тут. Одни смеются, а другие плачут. Что если к нам теперь его назначат? Вопрос с ослами ясен, но не прост. Ты можешь снять с осла, коли это нужно, шкуру. И накрутить ему за все ошибки хвост. Но если уж осел попал в номенклатуру, вынь, допадай ему руководящий пост. Сергей Михалков. Иов 34.18 Можно ли сказать царю, ты нечестивец, и князьям, вы беззаконники? Иеремия 44.9 Разве вы забыли нечестие отцов ваших, и нечестие царей? Ваше собственное нечестие, и нечестие жен ваших, какое они делали в земле? Привет вам, задушевные братья, со всех славянщины концов. Привет всем вам без изъятия, для всех семейный пир готов. Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви. Но знайте, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои. Мы дома здесь и больше дома, чем там, на родине своей. Здесь, где господство незнакомо и на языческих властей. Здесь, где у власти и подданство. Один язык, один для всех. И не считается славянство за тяжкий первородный грех. Хотя враждебная судьбина и были мы разрушены, Но все же мы народ единой, единой матери сыны. Но все же братья мы родные, вот-вот, что ненавидят в нас. Вам не прощается Россия, Россия не прощает вас. Смущает их и на испугу, что вся славянская семья В лесу и не другую другу впервые скажет «Это я». При неотступном вспоминании о длинной цепи злых обид Славянское самосознание, как божья кара, их страшит. Давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, Давно наукой парисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман. И закрепилась стародавность их, как наследие славян. И то, что длилось и веками, не истощилось и донесь. И тяготеет и над нами, над нами собранными здесь. Еще болит от старых болей вся современная пора. Не тронуто косого поля, не срыта белая гора. А между нас позор немалый. В славянской всем родной среде Лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде, Кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым. А они лишь нашего Иуду счастят лобзанием своим. Опально мировое племя, когда же будешь ты народ? Когда же упразднится время твоей и розни невзгод? И грянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас. Мы ждем и верим к провидению, ему известны день и час. И эта вера в правду Бога уж в нашей не умрет груди. Хоть много жертв и горя многое, еще мы видим впереди. Он жив, верховный промыслитель, и суд его не оскудел. И слово «царь и освободитель» за русский выступит предел. 1867 год. Петр Иванович Тютчев. Понимаете, вот я беру из шести поэтов и везде беру эпиграфы из священного писания. Псалом 117.9. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей». Псалом 145.3. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Иеремия 48.7. «Так как ты надеялся на дела твои, на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамос пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями». Хаты слепо щурятся в закат, спят дороги в песпробудной лене. Под иконой крашеной плакат с Иисусом спорит о спасении. Что же, Русь, раскрытые зрачки, позастыли в бесконечной грусти? Во садуль твоем, большевики, поломали звончатые гусли? Или с серой пасмурной избы новый светлый муромец не вышел? Или петух кровавый позабыл запалить твои сухие крыши? Помню, паленой соломы хруст, помню, красный по деревне бегал, разбудив дремавшую под снегом засидевшуюся в девках Русь. А потом, испуганная лень, вкралась вновь в задымленные хаты. Видно, красный на родном селе засидевшуюся в девках не сосватал. Белеют босые дорожки, сверкает солнце на крестах. В твоих заплатанных окошках, о, Русь, все та же слепота. Но вспышки зарем кто-то спрятал в свою родную полосу, и пред горланищем плакатом смолкает бледный Иисус. И верю, Русь, октябрьской ночью, стопой разбуженных дорог, придет к свободе в лопоточках все тот же русский мужичок. Придет к свободе в лопоточках все тот же русский мужичок. Так же слепо щурятся в закат окна серых утомленных хат. Но ракочут звончатые гусли над тревожно слушающей Русью. 1921 год. Михаил Светлов. Ну, никто не, может быть, мало кто знает, что он это говорил. Ев, 20.19. Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал домы, которых не строил. Псалом 118, 122. «Заступи раба твоего, ко благу его, чтобы не угнетали меня горды». «Когда к ограду Константина с тобой, воинственный варяг, пришла славянская дружина и развела победы стяг. Тогда во славу Руси, ратная, строптиву греку в стыд и страх, ты пригвозил свой щит булатный на цареградских воротах. «Настали дни вражды кровавой, твой путь мы снова обрели, но днесь, когда мы вновь со славой к Стамбулу грозно притекли, твой холм сотрясся с бранным гулом. И твой стон ревнивый нас смутил, и нашу рать перед Стамбулом твой старый щит остановил». 1829 год. Александр Сергеевич Пушкин. Ну и не каждый может и знать, что Пушкин вот такие писал патриотические стихи, невыполненные одежды. Исайя 47, 3. «Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение, не пощажу никого». Иеремия 13, 14. «И сокрушу их друг от друга. И отцов и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их». Иеремия 24, 14. «Я, Господь, я говорю, это придет и я сделаю, не отменю и не пощажу и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя». Вот на сегодня пока хватит.